К примеру, у нас есть европейский житель, который неоднократно игнорировал количество пыток в Украине, которые зашкаливалось за миллионы. Почему? Потому что в европейский суд, чтобы нам обратиться, это лет 8. То почему жители Европы это в неделях исчисляются, а украинцы у нас исчисляются в десятки лет? У нас сотни, тысячи невиновных, и это не аргумент для Европы, ни для России, ни для Америки, чтобы призадумались. Почему мы здесь? Я автор книги «Остав с надеждой всех сюда входящих», где практически комитет за побегание Катувань Рады Европы звенуватый в Украину в тартурах. До сих пор ни одного наказания, до сих пор ни одной санкции, до сих пор ни одной реакции ни с Европы, ни от кого. Это и есть доказательство того, что мы последняя нищая раса и права человека у нас на самом последнем уровне. Мы обращаемся к вам. Убедительно сделать заявление, обращение или предоставить возможность тем людям, кому права человека на первом уровне, отстаивать права Украины, Украины, отстаивать граждан права и, в конце концов, создать у нас Украинский суд, который позволит нам, украинцам, отстоять свои законные, нормальные человеческие требования. Мы не просим ваши хотя бы получить свое. Спасибо вам. Я прошел Андрея Полизова. Хорошо, что вы мне говорите. Без предел сюда. Расскажи про твоя преследование. Какими сейчас справами КВП занимаетесь? Выбывается в что-то добровольцы в тиск? Так КВП занимаетесь с богатем справами. По моей справе, тут полицейский, что три дня в медицинской больнице пролежал. Пролежал у нас синяк. Синяк у него на шее, типа я его душил. Ну я к его шее не притрапивался. А потом эксперт Косовам дал заключение, что он нанесен ударом такого предмета. А я у тебя по них заключил. Я нанесу удары? Нет. Ну ты что делаешь? А что ты делаешь? Это Андрей Полизова. Он политический активист, который защищает политическую пязнь с политической мотивы правоуприянесткой. Ну, на кисти. И вот у него так и вышла вся ситуация. Вот. Мы хотели бы також висловить, Наталка, слова щодо тих наших вязнів, які знаходятся зараз в ВІЩЕ державе. Когда мы готовили, скажем так, текст, який мы вам вручили, то, судячи з усього, ну, напевно, 90% украинских вязнів в Росії зазнавали, ну, практически, тортур. Ну, до жодного з них не надається нормальна медична допомога, не кажучи уже про такі кричущі випадки, як випадок з Євгеном Бановим, як випадок з Станіславом Глаком, як випадок з Миколою Карпіком, яких катували, яких катували практично до божевілля, яких катували електричним струмом, яких катували, ну, просто якимись методами, я не знаю, не людськими, садистськими. За це, звичайно, ніхто не відповідає досі, але такі кричущі випадки мають звертатись і якось вирішуватись. І я хочу підкреслити, що саме масштаби вражають, тому що ще раз підкреслюю, що практично 90% в'язнів українських, це 70 їх в сумі є зараз, приблизно зазнавали жахливих, справді жахливих тортур. І також слід звернути на такі випадки, як Павло Гриб, це молодий хлопець, який є інвалідом з дитинства, і йому не надається медична допомога настільки, що справді зараз є загроза його життю. Ну, звичайно, вже не кажучи про людей, які голодують, про Сенцова, про Олександра Шумкова та інших. Дякую. Хотів би ще підсумувати, що, як я вже сказав, всьому з тих наших звернень, як ми випадемо дефакту, то я хотів би дуже цей на вас відносити, щоб якісь налагоди унимальних атаків. Я хотів би передати ці наші звернення, їх по три. Одна из приводов пакуваний в полицейском поле в Кенгенске. Вторая, что украинцев в полицейском поле в России в полиции. И третья, что перевищение полицейской жестокости и перевищение силы при разгоне акций протеста, как это было у нас в полицейских провокациях в Святошинском суде, как это было, например, в Верховной Раде и так далее. Будем сподіваться, что, возможно, вы заставили какой-то витак? Невеличкое уточнение, что в Офис Тарнатора проекта в ВСЄ мы не занимаемся, мы не можем выбирать информацию на то, что происходит в Украине, чем в общественном направлении в Украине. Это занимается специальной коммуникацией в ВСЄ, которая тоже находится на территории Украины. И так же на региональном уровне это занимается его демократическим институтом и правоохранения в Варшаве. Мы, безусловно, передаем эту информацию. Наш Офис, я вам так же передаю информацию, про то, что мы занимаемся, и, в частности, в этой сфере, которая относится противодействия катуванием и тортуром в местах похабления боли, в местах обмежения свободы, то мы помогли установить механизм национально-привенцированную механизм, який позволяет обновлению права людей разом с промеженными механизмами проводить политоринговые визиты в местах обмежения воли, без попереджения в гражданстве, в обмежении установленных фактов, национально-привенцированных фактов. Это то, чем мы занимаемся. Это один крок в великой работе. И очень важно для нас публичность, потому что мы находимся с новыми. То есть, бывает, что какие-то негласные неспостережения, або какие-то дивные вещи происходят. Не понятно, почему до нас такая пристепливая уважа, но точнее понятно, потому что эти Харкевские и другие колонии это величезный бизнес. Это девятиповерховый целый квартал это тысячи людей, которые бесплатно работают в три изменения. Это величезные деньги. За эти величезные деньги только те, которые, государственные чиновники, которые сейчас пошли на увеличение, тот же Крикушенко и так далее, который в Харькове критовал людей, за эти деньги они будут пытаться любое слово, будь-який протест, пытаться зарушить и приглушить. Мы это помечаем. Мы не такая какая-то величезная деятельность возвращаем, но до нас величезный сопротив уже идет. Значит, они этого боятся. и поэтому мы обратимся к власти, потому что нам также наша безопасность, и безопасность и тех, кто там находится, важны. Тим паче, на данный момент, так уж хотел бы сказать, что мы обещаем нашу организацию то, что на данный момент великим оттиском подвигают и добровольцы, и дискредитации со стороны влады, так и тиску в криминальных переследований, и так далее, которые сейчас неизвестны, которые оборонили в 2014-2015 и в 2015-м оборонили страну на Сходе. Сейчас мы также готовим новые проекты подавления с этого привода до влады, чтобы ввелся отдельный регистр добровольцев и вообще отовцев, которые находятся в местах подбавленной воли, цитологическое и социальное специфическое погоджение на защиту прав данных людей. Наша акция не является акцией данной акцией просто публичным нашим заходом, в котором наш звит мы опубликуем наши сообщения, наши сообщения мы опубликуем на нашем сайте, а также на других сайтах. И далее мы также заявляем что до других органов как НАБУ готовятся наши сообщения, точнее уже готовы и кришивания и с этой стороны ГПУ в ситуации, когда справа против как говорят идут на тормозах. Мы видим что это специально так делается что нам просто вешают лапшу, а потом кто не согласен, тот кого залят. если кто еще желает что-то сказать, то я прошу если нет, я хотел бы сказать, что акция не настолько чисельная, но в том году 26 часов было мало, у нас было много, когда люди были готовы вскрыть на знак протеста в кабинете Столячука, до в ближнем месяце год из того расследования которое они не проводят. И мы обязательно заявимы про себя намного сильнее, как мы это сможем. Спасибо всем, слава Украине! Героям слава! Прошу вас,